28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. О том, что это такое, для чего она нужна и кто ее осуществляет, мы поговорим сегодня в эфире программы по существу. У нас в гостях Кирилл Милюхин, начальник отдела охраны труда Минздрав, Сосразвитие Чувашия. Кирилл Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Что включает в себя понятие охраны труда и каково состояние в республике на сегодня? Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Она включает в себя различные мероприятия – это социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. В нашей республике состояние охраны труда характеризуется положительной динамикой снижения производственного травматизма за последние годы. Если сравнивать за 10 лет, то уровень производственного травматизма снизился почти в два раза. Я знаю, что год назад в России ввели в практику специальную оценку условий труда. В чем разница, каковы первые результаты и сколько организаций уже провело специальную оценку такую? Вы правильно отметили. С 1 января 2014 года введена на все территории Российской Федерации новая процедура. Процедура – это специальная оценка условий труда, которая пришла на смену аттестации рабочих мест по условиям труда. Это обязательно процедура для всех работодателей, то есть на всех рабочих местах. Цель осталась, может быть, прежней – это комплексная оценка условий труда на рабочих местах. Проводит ее работодатель, но не один. Он обязательно должен привлекать специализированную организацию, которая оказывает услуги в этой области. Эта организация должна быть аккредитована в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. Как и кем проводится специальная оценка условий охраны труда и на какой срок? Специальная оценка проводится на 5 лет, но этот срок может быть сокращен, то есть предусмотрено внеплановое проведение специальной оценки. В тех случаях, если меняется условие труда работника, если меняется технологический процесс сырье, материал, а также если меняется название работодателя. Проводит работодатель с привлечением обязательно специализированной организации, которая аккредитована в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. Какие вредные и опасные факторы учитываются при специальной оценке условий труда и в каких правовых документах они подтверждаются? Учитывается весь спектр вредных производственных факторов. Это химические, физические, биологические факторы, а также тяжесть и напряженность трудового процесса. Они все утверждены и определены в классификаторе вредных и или опасных производственных факторов, который утвержден приказом Минтруда. Что дает такая специальная оценка труда простым рабочим? Для работника прежде всего это дается информация, какие вредные производственные факторы существуют, какова степень риска повреждения его здоровья, получения травмы или получения профессионального заболевания. Также, соответственно, какие необходимые средства индивидуальной защиты и какие гарантии и компенсации полагаются работнику в соответствии с законодательством, если условия труда вредные и опасные. А куда обращаться работнику, если он, допустим, не согласен с результатами оценки труда? Если работник не согласен с результатами специальной оценки условий труда, он должен обратиться в Государственную инспекцию труда в Чувашской республике. Это территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости, сокращенно Роструд. В общем-то, Роструд является контролирующим органом специальной оценки условий труда. А вот если выявлено нарушение охраны труда, что грозит работодателю в этом случае? С 1 января 2015 года вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафы выросли существенно. Если раньше до 5000 был штраф на должностное лицо и в пределах 20-30 тысяч на юридическое лицо, то сегодня штрафы серьезные на должностных лиц от 5000 в зависимости от вида нарушения. И на юридических лиц минимальный штраф это 30 тысяч. Суммы достаточно серьезные. Например, за некоторые нарушения предусмотрены штрафы на юридические лица 80 тысяч, 110 тысяч. Причем эти штрафы могут суммироваться, потому что у работодателя может быть весь спектр этих нарушений в области охраны труда. И тогда теоретически, конечно, они могут быть суммированы. И мы считали, некоторые организации могут получить до 300 тысяч на юридическое лицо только штраф. Но на должностных лиц от 5000, но есть штрафы и 8 тысяч, и 15 тысяч. То есть тоже достаточно серьезные такие штрафы. Кроме того, существует и статья 143 Уголовного кодекса за это причинение тяжкого вреда здоровью работнику или которые повлекли за собой смерть работника вследствие нарушений требований охраны труда. Там также существенно увеличена степень наказания или меры наказания за нарушение требований охраны труда в этих случаях. Но там будет решать конкретно суд. То есть там есть и штрафы, могут быть и реальные сроки лишения свободы. То есть часть первой этой статьи, часть вторая более существенна, если повлекло смерть человека на производстве. То есть ответственные лица за охрану труда, должностные, они несут в том числе и уголовную ответственность. Из каких источников направляются средства на проведение мероприятий по улучшению условий охраны труда в организациях? И вообще какие меры принимаются Министерством здравоохранения по обеспечению финансирования этих мероприятий? В соответствии с трудовым кодексом каждый работодатель обязан направлять не менее 0,2% от средств, затраченных на производство или оказание услуг на мероприятия по охране труда. Если говорить о бюджетных организациях, то конечно же они финансируются из бюджета Чувашской республики, из республиканского бюджета. И эти мероприятия заложены в строке расходов на содержание данной организации. Но на отдельные мероприятия, например, такие как специальная оценка условий труда, обучение работников по охране труда или закупка средств индивидуальной защиты, здесь могут целевым образом выделяться средства конкретной организации из республиканского бюджета. Что касается в целом республики, то у нас действует подпрограмма улучшения условий труда, охраны труда и здоровья работающих в Чувашской республике до 2020 года, которая действует в рамках государственной программы содействия занятости населения. И в соответствии с этой программой консолидированный бюджет на мероприятия по охране труда до 2020 года составляет около миллиарда рублей. Из средств республиканского бюджета планируется выделить около 30 миллионов рублей. Ежегодно выделяется около 3 миллионов рублей. В разные годы по-разному. В прошлом году чуть более 3 миллионов рублей. В этом году планируется выделить 3,8 миллиона рублей из республиканского бюджета. В республике среди организаций и муниципалитетов ежегодно проводятся конкурсы по охране труда. Какова их цель? Цель таких конкурсов прежде всего привлечь внимание к вопросам охраны труда, показать передовой опыт в этой области и некий соревновательный дух в этих организациях. То есть кто лучше сработал за прошлый год. И вот буквально на прошлой неделе наша комиссия, министерство подвела итоги смотров конкурсов по охране труда и среди муниципальных районов, и городских округов, и среди организаций. И завтра на научно-практической конференции 28 апреля мы будем награждать организации по итогам этого конкурса. Если говорить, среди муниципальных районов первое место занял Яльчиковский район, второе место Вурнарский район, третье место Янтиковский район. А среди городов выявляется только победитель, и уже второй год подряд первенство удерживает город АлатР. Ну что ж, Кирилл Владимирович, большое спасибо за беседу. А я напоминаю, в эфире программы «По существу» мы общались с начальником отдела охраны труда Минздравсоцразвития Чувашии Кириллом Милюхиным. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова